Растущему городу больше мощности. Сегодня глава администрации посетил строящуюся электроподстанцию. Это будет крупный автоматический современный объект, который снимет нагрузку с других подстанций, обеспечивающих электроснабжение нового микрорайона на исходе возможностей. Дефицит электрической мощности в микрорайоне нарастал с каждым построенным домом. Депутаты утвердили инвестиционную программу по развитию электроснабжения, которая и предусматривала новую электроподстанцию. К ее возведению приступили год назад. Выполнены общестроительные работы и смонтировано основное оборудование. Сметная стоимость подстанции – 213 миллионов рублей. К началу июля освоена почти половина суммы. Запуск объекта может быть перенесен на год, в чем город крайне не заинтересован. Электрическая независимость западной части Стерлитамака должна быть обеспечена до январских морозов. Планируется к концу года. Но вот сейчас как раз мы обсуждали с руководством о том, что может быть перенесен срок к июню 2017 года. Нас это не устраивает, потому что впереди зимний период и нам необходима защиту в первую очередь для населения, чтобы не было отключений электричества. Поэтому мы сейчас будем ставить вопрос перед Министерством промышленности и перед руководством «Башкир Энерго» о том, чтобы данная подстанция была введена в эксплуатацию к концу текущего года. Сегодня район питается от электроподстанции «Юго-Западная». Резерва мощности едва хватает на возведенные объекты. А по городостроительному плану город будет расти в западном направлении и энергоснабжение должно быть надежным, заключил глава администрации. Анна Пугачева, Андрей Тремайлов, Стерлитамак, Служба новостей.